Но Библия говорит, соответственно, то есть такого, как Он, или такого, как она. Поэтому мы верим, что они соответственно друг к другу. И написано, навел Господь Бог на человека крепкий сон, потому что для человека не нашлось помощника подобно Ему. И так в свое время Господь Бог сделал чудо. Он навел на человека крепкий сон. И иногда сон, и духовный сон, это даже и не плохо. Потому что если Бог создает такие условия, Он хочет сделать что-то, нечто лучшее для человека. И вот когда Он навел сон, то написано, что взял одну из ребр и ввел, и закрыл то место плоть. Я думаю, у молодых будет возможность сочетать друг у друга ребра. И вот невеста, когда она будет считать у своего жениха, она уже была у мужа, она увидит, что одного ребра у него не достает. И это знаменательно, потому что вот это ребро, это взята часть Тебя, часть Тебя, и сотворена такая прекрасная Тебе половина из Тебя. По этому говорится, что она взята от мужа и будет замужем. Дорогие мои, это очень важное место из священного Писания, где написано «за мужем». Не впереди мужем, не над мужем, а замужем. И это очень хорошо. У тебя такой муж, что за ним можно быть запас, за ним, как за каменной стеной. И нам это очень приятно. Мы знаем, мы знаем, мы знаем, мы знаем, конечно, и Тебя, и мы благословляем Вашу Пару, но знаем, что самое первое, самое первое, что говорит Библия, это соответственно, ты соответственно мужу, муж соответственно тебе, и ты находишься за мужем. Благословение начинается тогда, когда женщина сахал. Когда она пускает мужа вперед, когда для нее муж – это авторитет, это благословение. Я хочу дать мне силы, чтобы он ее оберегал, охранял. Также я очень благодарю за Назару. Я очень счастлива и рада, что я могу свою дитину передать в такие сильные руки. И я еще хочу, чтобы они были очень благословенны Богу, чтобы их жизнь была благословенна. Чтобы Господь в вашем сердце, чтобы вы всегда смотрели на Него. И когда вы будете видеть перед Христа, у вас все будет в жизни очень хорошо. И дуже вдячна. Аминь. Пожалуйста, молодые, станьте сюда. Назаде, возьми, пожалуйста, свою невесту за руку. Сейчас они будут произносить торжественную клятву, клятву друг другу, супружеской верности. И они будут обещать друг другу, что они будут мужем и женой на всю жизнь. Даляйте, пожалуйста, за мной. Я, Назар, перед Господом и перед Церковью беру Катерину свою законную супругу. И обещаю быть верным мужем, любить и хранить ее, быть благословением ее жизни, быть помощником ее жизни и настоящим другом. И пусть ничто никогда не разлучит нас. И пусть ничто никогда не разлучит нас. Я, Катерину, беру свою законную супругу Назару. И обещаю перед Господом и перед Церковью быть ему всегда верным. И обещаю перед Господом и перед Церковью быть ему всегда верным. Любить, уважать и почитать. Любить, уважать и почитать. И благословлять его всей своей жизни. И благословлять его всей своей жизни. Я прошу Господа, чтобы наш союз был крепким, чтобы Я была помощницей и благословением для своего мужа, и да не разлучит нас ничто и никогда до скончания века. Аминь. Пожалуйста, преклоните колени, мы будем молиться. Я попрошу короткой молитвой помолиться брата Сергея и сестру Машу, помолиться, благословить, потому что выродна плоть, и поэтому я думаю, что Наталочка присоединится. Господний и Бог нашим. Да будет они благословением для Церкви Божия, да родятся от них десятки-десятки детей, Господи Божий, чтобы наполнять ими землю и чтобы умножать Церковь Твою во имя Иисуса Христа. Благослови Господи Назаря, благослови Катерину, Господи Божий, и да будет ихний союз вечным, и да будет ихний союз крепким, ибо Ты сочетал их Отец. Мы просим во имя Иисуса Христа, пусть Твое благословение подчьет на них милозерный Господь, и пусть они будут Твое одноплоть по Слову Твоему, и пусть они будут благословением для Царства Твоего Небесного. И во имя Иисуса Христа, властью которой мне дал Господь Иисус Христос, в этот торжественный час бракосочетания я объявляю Назара и объявляю Екатерину мужем и женой, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И вся Церковь сказала Аминь. Иисус Христос, пожалуйста, обвиняйтесь кольцами. Кольцо – это символ бесконечности, это бесконечная любовь, это бесконечная верность, это бесконечное благословение, это бесконечная радость, бесконечное утешение. И так вы посвятили друг другу себя. Вы можете по приветствию друг друга поцелуем, пожалуйста, поцелуйтесь. Слава Богу! Слава Богу! И так, пожалуйста, можно, я не знаю, как здесь и поздравлять, или внизу, где будет лучше. Да, наверное, пусть они стоят здесь. Если родители первые… Внизу, да? Ну хорошо, тогда давайте сделаем так. Родители поздравят молодых, да, и потом уже, когда они будут спускаться вниз, можно будет их поздравить. Соберите, пожалуйста, одну штучку. Потому что шлюп – это как одна шлюпка, вот, это как бы вместо они все. И сегодня это зарегистрированный брак гражданин Украины, значит, Кононов Назар Целевич, так, и гражданин Украины Тесленко Катерина Миколаевна. Они зарегистрировали шлюп 30 липня 2011-го. И прозвище после реестрации шлюпка по згодам – чоловька Кононов и дружины Кононова. Очень, очень рады. Знаете, дорогие брати и сестры, что человек является священником в своем доме. Потому что ему глава Христос. Поэтому для священника – священнический поданумок. Мы дали моему такую специальную весельную Библию. Тут написано «свадебная Библия», да? Весельную Библию. Вот такого формата. Она очень гарна. Я думаю, что белый колер – это очень символичный колер. И тут написано «любовь никогда не перестанет». Я думаю, это очень символические слова. Если назад в твоей жизни вот это будет руководство, то никогда любовь в твоей жизни не перестанет. Мы вручаем тебе, как священнику, эту Библию. Храни ее точно так же, как ты должен хранить свою законную супругу. Поздравляю тебя со священством. А ты – помощница священника. Будь ему помощницей. Слава Богу. Хорошо? А наши молодые могут спускаться вниз. Пожалуйста, возьмите руки. Все гости, все присутствующие могут поздравить родителей, вот. и спуститься так же в них, пожалуйста. Сначала на дни, где можно подправить. Шановные гости. Давайте все выйдем на улицу, где можно будет сделать загарное фото перед банкетом. И извиняем у примечения, потому что, кто не помнит, уже на через и наступное веселье для меня. ПЕСНЯ 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 Я вам рад. Продолжение следует...